Я очень хотела поставить спектакль на классическую музыку. Это для меня вызов. Вызов и выход из зоны комфорта колоссальный. И детям было очень тяжело. Поначалу, когда мы пытались импровизировать под эту музыку, они мне выдавали феечек и главных героев, собственно, классического балета. И у нас ушло достаточно много времени на то, чтобы перестроиться. Под классическую музыку поставить современный спектакль. Это удивительно. Конечно, в этом участвуют много детей. Художники из-за студии, участвуют художники по костюмам, наши модельеры, портные. Для нас отдельно рисовала Настя Вишневская афишу. Это авторский рисунок. Каждая из нас добавляет что-то свое в это произведение. И оно становится уникальным. Сроки у нас, конечно, немного сжаты. Поэтому приходится работать прямо в таком турбо-режиме, чтобы все успеть к спектаклю, чтобы все было готово и выглядело так, как задумано и так, как хочется. В целом вся эта работа – это просто масштабнейшая вещь, которая благодаря Александре Александровне воплотилась в жизнь. И я считаю, что это очень круто, это очень смело. «Спящая красавица» – это спектакль про взросление. Мы говорим о подростках, о том, как они растут, о том, как они меняются, и о том, как взрослые иной раз помогают, а иной раз, может быть, даже сбивают с нужного пути. Эмоции очень разные, процесс там очень затягивает, и интересно, и трудно, но при этом нравится. В нашей сказке есть феи, но наши феи называются иначе. Наши феи не повторяют феи классики. Мы как солнечные зайчики. Я крабос. Я сирень. Я фея-кремень. 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 Я смотритель спектакля. Еще я мать. Я волшебница, часовник. Вообще, когда я только пришел сюда, я не ожидал, что сразу же попаду вот в этот спектакль и чуть ли не сразу на главную роль. Ну, я знала, что будет музыка классическая, знала, что спектакль будет в современной хореографии, и потом я еще узнала, что в этом спектакле будет еще и хип-хоп под классическую музыку, и сделать эту не самую простую работу предложили мне. И ты слушаешь трек и понимаешь, что под него нужно сделать стрит-дэнс, публичные танцы, разные стили желательно, используя реквизит и действуя всех своих детей, ну, ты так, да, ты напрягся. У нас есть роли, которые я бы назвала очень взрослыми и осознанными. И дети, которые играют эти роли, они, проходя как бы через этот опыт, они понимают очень многое в своих отношениях с родителями. У нас в спектакле, наверное, больше про жизнь, чем про сказку какую-то. Понятно, для детей, для детей это будет выглядеть как «Вау, сказка!», а вот для взрослых будет чуть глубже, чем сказка. Нужно посмотреть спектакль, потому что он очень интересный, там много очень танцевальных моментов, он там прямо история, он очень красивый такой, душевный, и его обязательно нужно посмотреть. Потому что очень хочется артистам показать всем свой спектакль, насколько они очень долго работали. И, безусловно, он доставит не только, как это сказать, эстетическое удовольствие, но и заставит о чем-то задуматься.